Война в Афганистане длилась более 9 лет. В военных действиях в Азии участвовало немало белорусов. Среди них и мазыряне. Жизнь военнослужащих разделилась на две части – до и после. Прекращение гражданской войны и восстановление мира – за это отдали жизни 12 мазырян. Именно в честь них установили памятный знак на Кургане Славы. Проявляя мужество и героизм, наши земляки стремились принести на афганскую землю мир и покой, которые давались порой слишком дорогой ценой, 112 гаминчан остались инвалидами, 104, выполняя интернациональный долг, погибли, 12 из них – мазыряне. Сегодня, открывая на Мозырской земле памятник погибшим воинам-интернационалистам, мы отдаем дань глубокого уважения всем участникам тех событий, которые до конца остались верными присяге и боевому братству. По прошествии 23 лет ужасы войны не забыты, боль утрата осталась в сердцах родственников и друзей. Памятный знак на самом большом мемориальном комплексе объединил скорбящих. Чтобы сегодня не говорили об этой войне, мы не должны забывать о том, что на афганской земле погибли солдаты, которые дали присягу на верность родине и до конца выполнили свой воинский долг. На открытие мемориального знака пригласили воинов-интернационалистов и матерей погибших солдат. В голубых беретах, отличительном знаке ВДВ, пришли десантники. С цветами посетили комплекс представителей местной вертикали и работники предприятий города. У мемориального камня одновременно с его открытием заложили капсулу с землей, окропленную кровью советских солдат. Торжественный митинг в честь открытия мемориального знака завершился возложением цветов. Отныне местом памяти и встреч очевидцев афганской кампании станет этот черный камень с мраморной плитой. Символ бесстрашия, боли и бессмертия. Катерина Булатецкая, Сергей Караевский, телеканал Мозырь.